всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодняшнее видео я хотела бы посвятить организации своего косметического места также разбору косметики поскольку ну я заглянула косметический комодик и оказалось что я вам устроила просто настоящий строй его сегодня решила там все поразбирать поубирать и так сказать организовать так как это должно быть поэтому если вам интересно посмотреть как же организовывать свое косметическое место и пространство я оставайтесь со мной ну что ж предлагаю начать организации с верхнего ящика здесь я обычно храню самые часто используемые косметические штучки которые у меня лично в ходу которое мне должно быть очень быстро достать поэтому с них мы и начнем храню я в основном всю свою косметику вот в каких вот ящичках коробочках которые были от конфет название которых никогда в жизни не смогу нормально произнести поэтому вот итак первая коробочка у меня отведена обычно под всякие единички тенюшки какие-то старые не не старые которые меня в принципе не так-то часто подвижно которые у меня хозяйстве есть поэтому вот такая вот трешечка это тень если не ошибаюсь от мисс лин или как-то так немецкий бренд немецкий масс-маркетовский бренд он был в одном из вандербокса очень красивые тени в принципе пускай лежат и ждут своего звездного часа следующее что это на тени кого ртату от мэйбелин очень мне понравились эти тени и не были в коробочке которая выиграла от цвет классный именно только понравились эти тени что я даже пошла у нас поискать цвет если не ошибаюсь много и блогера видео назывался pink gold если я не ошибаюсь но очень где у нас не нашла нас учить это очень странные цвета из разряда вырви глаз далее здесь лежит моя ненавистная база sigma persuade я вам тоже не рассказывал но выбросить все-таки меня пока рука и не поднимается поэтому пока лежит и тоже не знаю чего ждет но пока вот лежит далее здесь айлайнер бобби браун который у меня невероятно быстро почему-то засох я уже пробовала его разбавить капала туда оливковое масло которое впиталось нереально быстро и тоже как бы чуть-чуть попользовалась потом я уже решила вот прошлый раз я перековыряла всю пару капель масла и просто и как супер какой-то размешала но пока принципе красят мне просто очень жалко и выбросить нужно в принципе не такая это и дешевая вообще не дешевая и у нее просто невероятный черный цвет тут просто всем черным черный ну вот прям вообще матовый черный черный угольный приугольный обожаю поэтому я вот и не выброшу и буду пока еще не пользоваться пока не куплю себе наверно все-таки новый под далее здесь вот такие вот расцепушки расцепчатые тени от арт-деко которыми ой которыми не так часто но пользуюсь очень красивые тени просто невероятно красиво смотрится с ними дело несколько раз фиолетовые смоки классно смотрится поэтому тоже оставляю что на такая водичка от urban decay цвет называется xx очень легко запомнить вот обалденный цвет персиковое золото просто его обожаю поэтому эти тени тоже даты со мной остаются далее два вот таких вот пигмента я покупала когда-то я сделала новогодний макияж ну такое честно говоря ни о чем и в принципе вроде бы можно и выбросить ну хомяк говорит овру пригодится поэтому положу где-то здесь на дно пускай лежат на черный день далее здесь меня лежит вот такая вот однушка теней от мак люблю эти тенюшки очень классные далее здесь лежат вот такие вот блестки тоже опять-таки для новогоднего макияжа пускай лежат вот такие тенюшки тоже от арт-деко если я не ошибаюсь что-то ничего не это помогать облетели от арт-деко они были в секрет-боксе классные тени тоже довольно так часто их используют чем их минус то что они просто такими кисло осыпаются но цвет очень красивый и далее здесь лежит две такие маленькие от bar minerals это не тени конечно а тональная основа но поскольку они такие маленькие положить мне их особо все равно некуда поэтому они здесь лежат очень довольная данными тональными основами и хочу себе купить полноразмерник но вот еще никак не определюсь поэтому здесь вот их положу очень удобные коробочки очень обалденно их оказалось приспособить под косметику девчонки что вы расскажите из подручных средств используете в хозяйстве потом какие коробочки от конфет или от бити-буксов вам приходятся нужными и под что вы их используете поделитесь своими секретами возможно я тоже возьму что-то на заметку так следующие коробочки у меня дают разные продукты для губ которые скорее всего я использую но не так часто поскольку у меня в коридоре стоят стоит еще одна коробочка продуктов для губы там вот как раз те что я использую сейчас как можно чаще перед выходом здесь вот такая помада от добрый литман цвет называется щебэнкс красивый цвет на ужасно бежит за контур ну кармакс который я часто использую перед сном на ночь себе липтар который вообще ни о чем еще один кармакс который оттеночный с красным цветом один из моих самых любимых блесков для губ от калистарцев матовая помада буржуа в номере 2 хорошая штука не очень часто сейчас я пользуюсь поэтому тоже здесь лежит и вот такой вот блеск от бобби браун в номере 22 называется рози что-то у меня сломалась крышечка в ней истечко в разные стороны поразлазилась что-то вообще непонятное превратилось поэтому так лежит лежит здесь использую сейчас крайне редко так в следующей коробочке у меня лежат туши и и всякие базы под тени здесь лежит вот такая вот тушь от кельвин кляне уже однажды я пыталась выбросить но что-то так последний момент решил я оставить для оформления бровей ну раз пятилетку могу взять поэтому так лежит пока без толку основном тушь от dior dior show new look вообще ужасная тушь это кстати первая тушь которую я ощущаю на своих глазах вообще не знаю как такое возможно я ее нереально чувствую ресницы с ней очень тяжелые мне очень нравится если девчонки если кто-то пользовался из вас такой души расскажите пожалуйста какие у вас у нее впечатления и ощущения на глазах далее вот такие вот две миньки от florence вот такая вот минька сифоры подарок от make up forever вот такая вот огромная кисть вообще какая-то безалаберная совершенно мне не нравится как тушь наносит но на черный день лежит такая минька туши от mac называется zoom fast black lash ну честно говоря тоже не о чем как бы нормальная кисточка но я не знаю возможно из-за как это сейчас очень жидкая поэтому тушь наносит крайне не нравится так и вот такая вот минька тоже мне пришлось сифоры от lancome гипноз drama неплохая тушь но опять таки была сначала очень жидкая поэтому сейчас только начала потихоньку засыхать и мне начало нравится там изначально очень особо не нравилось также из палеток лорак и urban decay базы под тени обе классные я вам про нее уже рассказывала и тушь от буржа twist up the volume и jumbo pencil от nyx и следующий ящик у меня предназначен для карандашей гели для бровей всякие гризочки карандашей ничего такого интересного вот карандаш заканчивается для бровей я не могу вспомнить даже от кого этот карандаш по-моему это карандаш был от арт-деко но у меня все стерлось единственное что я успела запомнить что он был в третьем номере двухсторонние два двухсторонних карандашика urban decay и ни разу не хуже по качеству карандаши от лео эль потом моя любимая соу кутюр затем карандаш для губ от мэйбелин уже повидавший жизнь белый карандаш от max factor для слизистой брала ну честно говоря такое это перестало потом белыми пользоваться пускай будет розовый карандашик от евро шеи действительно хороший карандаш нравится не часто им пользуюсь и вот такой вот карандашик от пиксик вот и вот здесь еще были две помадки которых я вам тоже рассказывал в предыдущем видео о покупках это от мэйбелин и от beauty детей к лежат вот здесь также здесь лежала вот такая вот рассыпчатая пудра от буржуа брала ее прошлым летом тоже такое как бы ужасно неудобная упаковка видите сколько уже вылетела высыпалась и не пользуется и неудобно как бы аккуратно не пыталась так значит она будет лежать мне здесь там такая вот компактная пудра от mac не знаю пускай тоже пока полежит здесь также здесь меня лежит обычно вот такой тестер уже конечно весь я покорюжила поскольку ни упаковки ничего нету это от dior если не ошибаюсь и nude bronzer по-моему в номере а вот в номере третьем так далее здесь лежат обычно у меня вот эти вот мои манюньки хула и донделайон от benefit донделайон люблю нервной любовью хула с хулой вообще мне пока не срослось не знаю возможно летом но пока я от и по разу пробовала она нереально лежит на моем лице и поэтому очень нравится также вот такую коробочку от свечей by somebody works я приспособила под отца пантик метеоритов также здесь вот такая вот пудреница от brown minerals далее мои любимые румяшки никс подтянки толп тоже уже прожжала прониксе уж тоже пускай здесь лежат так давайте перейдем нет нижнюю ящичку и потом вернемся к верхним я его еще заполню там здесь у меня значит лежат мои часы текстом не показывала еще покажу на одном следующих видео я купила себе новые часы такие участки взяла себя на каждый день потому что те что они были до этого я конечно очень сильно люблю но они далеко не на каждый день так скажем так у меня более парадно выходные поэтому не взяла те на каждый день далее мне уже надоело 200-500 миллионов фикселенный раз чистить эту палетку ларак про поэтому вот таком виде она здесь будет стоять или лежать сейчас посмотрим что как поместится наверно она будет лежать затем палетка naked basics палетка urban decay smoked карандашик отсюда я выняла пускай лишь без карандаша мне так будет удобней такая палетка от так я вам тоже и позже покажу просто нереально маркая ужасно пачкается не зря они решили перевыпустить ее в новой упаковке потому что совершенно те же самые продукты сейчас перевыпустили новой упаковке очень-очень пачкается ну пока там сейчас быстро покажу но потом я сделала мне обзор бронзер румяный хайлайтер честно говоря я безумно довольна этой палеткой расскажу вам в этом другом видео ну такая вот палетка от берле рождественская какая-то их лимитка не помню же еще по палеткам этого такая еще палеточка здесь есть от туфейст которые тоже недовольна но это кстати вот палетка вот это вот туфейст и от bear минерал это же такое увидела что недорогое решила взять думаю авось на самом деле чаще всего недорогие покупки они совершенно не радуют и они оказываются совершенно бесполезными лежат потом бог знает сколько плюсового часа поэтому наверно все таки проще под насобирать денег и купить одну хорошую палетку чем разоряться на кучу непонятно каких ну по крайней мере у меня так дешевле расскажите как вы организовываете свою косметику я вроде бы и брать можно было удобно но чтобы вроде бы и место много не занимала затем у меня здесь лежала вот такая вот косметичка а также здесь у меня лежат всякие биби крем вот темные от биодермы от клиник сиси темный бибишка темная бибишка от калистар здесь мне лежат всякие такие штуки которые ждут свою смену сюда я поставлю подальше тем чем не буду пользоваться пока до лета это тоже а вот здесь сложу хотя чаще всего все-таки пользуюсь вот этой ну поэтому вот здесь вот я их сложу вообще не знаю что этот на убираю или что тут я пораскладываю по новой ну пока будет так дальше будет так ну что то разберемся что у меня здесь сверху стоит сверху у меня стоит обычно туалетной водички которыми я пользуюсь либо вечером либо на ночь либо на протяжении всего дня от calvin klein эйферия власом вот здесь вот и самое место набор кисточек моих в стакане две кисти эти не помещаются они стоят вот так вот от real technique и вот такой вот набор кисточек я его вчера тут немножко перебрала переставила турист делится на два отдела и такой стакан я покупала на алиэкспресс и сюда я поставила кисти побольше пока они тут помещаются и не сюда в основном все кисти для глаз хотела вам показать поскольку не буду снимать отдельное видео вот такие вот вчера мне пришли кисточки 34 вот вот это три совершенно одинаковые кисти вот эти вот кисти мне обошлись по 56 57 центов за каждую мне очень нужны были кисти для базового нанесения теней поскольку у меня одна сигмовская вот это вот и ее мне мало каждый раз мне перемывать мыть вечно лень и когда пользуешься темным оттенком сразу не надо будет светлый брать то 1 кисти мало для этих нужд и я вот взяла вот такие вот три штуки сразу потому что во 57 центов где еще такие найду они если верить описание из натурального казино ворса очень мягкие тоже саде и пользовалась этих он вылетит возможно поначалу будут немного лезть или еще что-то в этом роде ну в общем чтобы они не делали я им все прощу потому что мы 57 центов а это вот не 15 долларов поэтому мне пока очень понравились отлично наносит тени взяла вот такую вот еще кисть для растушевки это кисть стоила 4 с чем-то доллара вообще все ссылочки как обычно оставлю внизу в описании кисть брала для растушевки поскольку у меня для растушевки есть только вот такая от сигма подарочная и они таки но такая прочная я хотела что-то более мягкой здесь есть не которые вы� general стороны чуть-чуть но это то что и опять таки готова простить кисточки за 4 доллара она очень мягкая опять так если верить описанию это тоже казино ворс я конечно думала что нам будет вообще мягкая мягкая как как не знаю что но она такая чуть-чуть упругая чуть-чуть мягко. В общем, в меру. Сегодня я пробовала ее делать растушевку, мне очень понравилось. И, честно говоря, я даже и не ожидала, что она мне настолько понравится. Так, вот здесь вот у меня стоят, значит, эти киски. И те у меня стоят здесь вот такие от Трайза Миднайт Роуз. Покупала я эти духи в Дьюти Фри. И это были первые духи за довольно-таки долгое время, в которые я влюбилась просто с первого нюха. Это просто была какая-то вообще нереальная любовь. Я сразу же их приобрела и пользовалась поначалу ими настолько часто, насколько мне позволяла только моя совесть. Этот запах нравится, но уже того прям восторга первого уже нету. Эти духи я заказывала на Строу Берри. Вы не смотрите на их такой паскудненький вид, потому что они просто во время транспортировки, пока они мне доставились, с них слетела крышка и они немного вылились. Соответственно, здесь все немножко пооблазило. В общем, я их пыталась отмыть, оно все равно периодически отлазит. Я их довольно-таки быстро тоже практически полностью использовала. Хороший сладкий запах, мне очень нравится. Также здесь стоит всегда моя водичка Вен. Я ее использую на протяжении дня. Пользуюсь ей иногда, иногда на ночь под крем, дабы усилить действие крема увлажняющего. Также здесь такая статьминька уже заканчивается. Крем Флюид от Нюкс. Неплохой крем, неплохая основа. Дает действительно лицу какое-то такое сияние, что ли. Но ничего такого, ради чего стоило приобретать полноразмерку, я не заметила. Поэтому допользую, но и допользую. И такая минька туалетной водички от Versace Crystal. Помню, мне хотелось очень сильно какой-то новый аромат, но я не знала, что. Я пошла в магазин, я взяла вот такую вот миньку. Пользовалась ей крайне редко, поскольку запах очень сладкий. Но я сладкие запахи люблю, и запах нереально тяжелый. Он вечерний для меня был. Но уже на самом деле тысячу лет им не пользуюсь, так они стоят. А то я иногда под настроение приду, их понюхаю, и назад ставлю. Надеюсь, вам понравилось это видео. Возможно, вы взяли какие-то заметки для себя по продуктам или же по организации. Спасибо за то, что смотрите меня, спасибо за то, что подписываетесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!